Добрый вечер! Есть уверенность, что что-то в городе изменится? Илья, ну, безусловно, я надеюсь на то, что удастся изменить ситуацию, иначе не было бы смысла начинать деятельность этого. Естественно, план первоочередных мер, он разработан, он есть. Я не могу, конечно, 100% гарантии сейчас дать, что он сработает, и жители мгновенно получат результаты нашей работы. Но, по крайней мере, согласен с теми, кто надеется на то, что совместными усилиями мы все-таки сможем переломить ситуацию. Я говорю совместные усилия не только жителей и власти, я говорю еще и о бизнесе, и о крупном бизнесе, которые должны все принимать участие в этом вопросе. Мы помним, что когда новый временно исполняющий обязанности губернатор Александр Викторович прилетел в Красноярск, он, судя по всему, впервые вообще за последние годы дал некий конкретный ориентир. Примерно через пять лет ситуация с экологией в городе Красноярске станет лучше. Это реально? То есть, вот есть какие-то первые лестницы целей, лестницы действий, которые могут привести к ситуации, когда красноярцы почувствуют, вот стало лучше. Александр Викторович действительно поднял очень высокую планку, обозначил проблемы экологии как одну из приоритетных своей деятельности, передвыборной деятельности компании. Я за это действительно благодарен и не чувствую поддержку от исполняющего обязанности губернатора Красноярского края. В данном случае абсолютно правильно вы говорите о том, что все заинтересованные лица этого процесса, если будут рассматривать и решать те задачи и планы, которые они ставят перед собой, я думаю, ситуация может измениться. Ведь смотрите, за последний период времени произошло уменьшение выбросов и из КРАЗа, и из СГК загрязнения. Да, пока ничего не можем сделать с автомобильным транспортом, одним из третьих высоким источником загрязнения. Но тем не менее надеемся на то, что разовьем с городом и тему электрического транспорта, и может быть какие-то преференции владельцам более экологического транспорта и так далее. То есть просто каждым вопросом нужно сейчас предметом заниматься, выработать комплекс мер для решения этих вопросов, перетянуть на свою сторону все заинтересованные службы, ведомства, граждан, предпринимателей. И тогда эта проблема будет решена. Вот смотрите, с транспортом же чисто теоретические ситуации решают достаточно просто. Если он чадит, выпускать его нельзя. Но его все равно выпускают. С этим что можно сделать? Ну мы уже говорили и предлагали в этой части, в частности на территории города Красноярска, я считаю, нельзя допускать перевозчиков, перевозки пассажирам, если они не владеют экологически безопасным транспортом. Для этого, на мой взгляд, необходимо внести соответствующие изменения в конкурсные процедуры и отторговывать именно этот момент, именно такой вид транспорта. Я считаю, что это даст положительный эффект, потому что те проверки, которые мы проводим, мы в еженедельном режиме проводим проверки автотранспорта, они приносят, конечно, результаты и пополняют бюджеты всех уровней, но тем не менее ситуация кардинально не меняется. Поэтому нужно искать какие-то другие пути решения. И вообще, в принципе, если вы мне говорите о какой-то программе действия, она довольно-таки проста. Мы берем тему, дорабатываем, отрабатываем, но если она не приносит результата, мы пересматриваем все категорично. И будем искать другие пути решения. В частности, по транспорту я свое мнение в этой части сказал. А по поводу автомобильного транспорта. Число автомобилей мы не сократим. В отличие от западного мира, город продолжает двигаться в сторону расширения проезжей части и сокращение фактически вот той самой зоны, по которой красноярцы просто ходят, но транспорта меньше не становится. С этим-то что можно сделать? Потому что, да, это действительно третий загрязнитель. Да, проблема всех мегагородов в этой части. Но, тем не менее, пробки в Красноярске не такие, как в Москве. Это один плюс. Во-вторых, действительно, если мы будем запрещать, как я это вижу, въезд в тот же город большегрузного транспорта, а такие планы у нас есть, по крайней мере, распоряжение правительства Красноярского края, проект этого распоряжения вывесен сейчас на нашем сайте для общественного обсуждения. Это тоже даст определенный момент по снижению пробок в городе Красноярске этих заторов. Кроме этого, переход на полностью экологический чистый бензин, чистый бензин, конечно, я сказал условно, но, по крайней мере, в более высокого экологического класса, тоже, на мой взгляд, даст определенный пораж в этом вопросе. Опять-таки, если мы берем транспорт, мы должны понимать набор, комплекс мер, которые необходимо реализовать в этом направлении. Ну, а если мы говорим про крупных загрязнителей, это Русал, это компания СГК, там что-то конкретное тоже можно сделать? Потому что мы же видим, что если в Советском районе начинает чем-то пахнуть, сразу Русал виноват, в Свердловском районе сразу СГК, в Ленинском СГК. Вот с этим что-то возможно сделать? Какие-то конкретные мероприятия с понятным эффектом? Ну, это, подчеркну, тема нам досталась не сегодня, это тема прошлого, и, естественно, с ней какой-то период времени необходимо жить. Здесь есть абсолютно четкие программы, как у одной, так и у другой компании по улучшению экологической ситуации. КРАС действительно за последнее время сократил в разы, в четыре раза выбросы. Да, это серьезно, с 1987 года мы смотрели, в четыре раза были сокращены выбросы, и на этот год тоже запланировал на снижение. КРАС говорит о том, что с 1 января 2018 года он впервые за всю историю выйдет в пределы ПДК на своей санитарно-защитной зоне. Такого тоже никогда, в принципе, не было. СГК работает в ПДК уже, в принципе, давно, но, тем не менее, продолжает презентовать проекты по снижению выбросов. В частности, если они до универсиады сделают новый фильтр, то это даст снижение на 7%, даже не меняя трубы. Труба – это, конечно, дальняя перспектива. Вот, я все-таки говорю сейчас о более перспективных проектах. Поэтому будем сотрудничать с любым инвестором, с любым предприятием, если они готовы помогать в области улучшения экологической ситуации. Но не могу не спросить, это вопрос, который обсуждался и на митинге «За чистое небо», и вообще временами появляется в публичном пространстве газ. Верите ли вы, что газ может прийти в Красноярск, и что мы можем перейти фактически с угля на газ? Или сомнения есть? Недавно смотрел репортаж по центральному телевидению, в высокогорное село одной из республик пришел газ. Мне действительно стало обидно, что миллионный город в центре страны, который является флагманом индустрии, не имеет природного газа. Я считаю, что этот проект действительно нужно реализовывать. И уверен, что правительство Красноярского края и исполняющие обязанности губернатора края сделают все для того, чтобы он был реализован. Как только мы его сможем реализовать, тогда действительно мы можем ликвидировать и тот крупный частный сектор, который сейчас загрязняет. Я про город Красноярск говорю, мы можем ликвидировать и выбросы с предприятий малого и среднего бизнеса. В общем, я верю, что этот проект даст очень серьезный положительный эффект. А вот про малый и средний бизнес вы заговорили, ведь очевидно, что источником загрязнения воздуха являются не только крупные предприятия. Есть еще и достаточно безответственные бизнесмены, асфальтовые заводы подпольные и все остальные. С ними-то как можно бороться? Ведь все мы понимаем, что решение о запрете внеплановых проверок и ограничений никто не отменял. Илья, да, где-то примерно 10, чуть больше 10 процентов, если говорить точно, выбросов осуществляется именно частным сектором на территории города Красноярска и мелким и средним бизнесом. Это действительно проблема, которая находится в прямой компетенции Министерства экологии Красноярского края. Если говорить о крупных загрязнителях, то они объекты федерального надзора, то это объекты наши. То движение, которое мы презентовали на прошлой неделе, экологическое движение волонтеров, оно дает результат, дает о себе знать. И в принципе мы получаем позитивный отклик граждан на эту инициативу. Буквально сегодня, расписывая почту, я увидел обращение гражданина, который проезжал по улицам города Красноярска и представил нам фотографии действительно тех объектов частного бизнеса, которые загрязняют воздух города. Разрешений на эти выбросы у них, конечно же, нет. Поэтому проверки мы будем проводить. Я планирую в течение года силами Министерства провести соответствующие проверки. Без помощи органов прокуратуры мы здесь тоже не обойдемся. И с правоохранным прокурором, и с прокурорами районов мы уже запланировали, что на следующий год мы постараемся проверить все объекты, загрязняющие атмосферу Красноярска и принять самые жесткие меры вплоть до приостановления деятельности. Вы уже сказали о том, что Вы активно работаете с общественниками. Все помнят, что одной из первых Ваших встреч была как раз работа с общественными организациями и с экологами. И Красноярска тоже участвует активно в этом процессе. Вот сигнал от наших зрителей, жителей жалуются, что после 12 ночи не дозвониться ни по одной горячей линии. Можно ли эту ситуацию исправить и кто контролирует качество их работ? Ну, качество работы горячей линии министерство контролирует, министерство, и в том числе и я. Раньше таких сигналов ко мне не поступало, что линия не работает. Всегда даже в выходные, в ночные часы мы выезжали и старались провести свою работу по замерам. С этим сигналом мне просто нужно разобраться и принять решение. Еще одна тема, связанная тоже с экологией. Красноярцы помнят одно из заявлений прежнего губернатора о том, что это поляне деревья. Но, тем не менее, активное озеленение формально в Красноярске продолжается. Последняя история, когда в рамках компенсационных посадок планировали высадить чуть ли не 30 деревьев на кладбище и потом за ними не следить. Вы как считаете, все-таки важно количество или качество тех самых высадок, которые в городе производят? Сорвали у меня с уст буквально мероприятие. Завтра мы с общественниками, которые активно занимаются этим вопросом, выезжаем по всем проблемным местам компенсационных посадок. Попытаемся выработать комплекс мер, направленных на улучшение озеленения города Красноярска. Такие предложения у нас есть. Если вы хотите знать мою позицию, она довольно-таки проста. Принцип я сформулировал элементарный. Лучше меньше, да лучше. То есть, на мой взгляд, лучше посадить меньше деревьев, большего качества и с их контролем за их ростом, с тратой денежных средств на их содержание, нежели мы будем действительно сажать деревья и получать очень низкую степень приживаемости. Пока, по оценкам инспектор и специалистов, приживаемость деревьев в городе Красноярске низка, до 50%. Ну и заключительный вопрос, уже заиграла музыка. Понятно, что мы не можем предполагать, что будет в Красноярске через 5-10 лет. Вот можете представить, что бы вам хотелось добиться и о чем рассказать, придя в эту студию, например, через год? Я отвечу по-другому на этот вопрос, если позволите. Время мало. Я постараюсь, я и моя команда, сделать все для того, чтобы жителям Красноярска и Красноярского окраина было лучше. И дышать, и жить в городе Красноярске. Это я могу обещать, что будет через 5 лет заказывать. Спасибо большое, что пришли в нашу студию, отвечали на наши вопросы. В эфире программы «После новостей» сегодня был Владимир Анатольевич Савитин, исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования. Новости ТВК, как и прежде, будут продолжать следить за тем, как меняется, и будем надеяться, улучшается экологическая ситуация в городе Красноярске. Мы увидимся с вами завтра. Хорошего вечера.